Все атеисты-ученые наперебой стали представлять доказательства о существовании Творца. Современный мир сам по себе образоваться не мог. Современные данные о строении молекулы ДНК неопровержимо свидетельствуют о том, что она не могла возникнуть сама по себе, а является чьей-то разработкой. Генетический код и буквально энциклопедические объемы информации, которые хранит в себе молекула, опровергают возможность слепого совпадения. Британский физик Мартин Джон Рис, лауреат Темплотоновской премии этого года, на счету которого более 500 научных работ, получил 1 миллион 400 тысяч долларов за то, что доказал существование Творца. По заявлению директора Международного института теоретической и прикладной физики академика Райен Анатолия Акимова, существование Бога доказано научными методами. Бог есть, и мы можем наблюдать проявление его воли. Это мнение многих ученых. Они не просто верят в Создателя, а опираются на некие знания. В прошлые века очень многие ученые физики верили в Бога. Более того, до времен Исаака Ньютона разделения между наукой и религией не существовало. Наукой занимались священники, поскольку они были самыми образованными людьми. Сам Ньютон имел богословское образование и часто повторял, «Законы механики я вывожу из законов божьих». Когда ученые изобрели микроскоп и стали изучать, что происходит внутри клетки, процессы удвоения и деления хромосом вызвали у них ошеломляющую реакцию. Как такое может быть, если бы все это не было предусмотрено Всевышним? Действительно, если говорить о том, что человек появился на Земле в результате эволюции, то с учетом частоты мутаций и скорости биохимических процессов для создания человека из первичных клеток, понадобилось бы времени много больше, чем возраст самой Вселенной. Продолжение следует...